Шма, друзья! И вы знаете, я вот к вам обращаюсь с этим высоким, благородным словом «друзья», хотя я вас не знаю. И вы меня, возможно, не знаете, или знаете очень крайне слабо. А ведь друзья, они, друзья, познаются в беде. Сегодня хочу поговорить о друзьях. За эти месяцы военной операции на Украине кто-то стал врагом, кто-то стал серой мышкой, кто-то стал по-настоящему другом. Но тех, кто стал врагом, сбежал и уехал, и громко кричит, что он отказывается от российского гражданства, он осуждает военную операцию, и даже просит называть себя не российским миллиардером, а английским, либо американским миллиардером, о них вы и так знаете. А вот о тех, кто остался и громко публично поддерживает инициативу Владимира Путина, не стесняясь и не боясь никаких санкций, ответных действий, вот о тех и хочется поговорить. Только, знаете, когда я сел подбирать, о ком же можно тогда поговорить, оказалось, что вот таких вот претендентов на то, чтобы стать героем моего выпуска, их очень и очень немного. Ну и, наверное, по сути, такой единственный претендент это, друзья, Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской республики. Человек, который с первого же дня открыто и публично поддержал решение Владимира Путина о начале специальной военной операции. И не просто поддержал, а сразу же организовал отправку на Украину десяти тысяч чеченских бойцов. Бойцов прекрасно подготовленных, экипированных и оснащенных. И после этого, после этого, на базе российского университета спецназа в Гудермесе, он финансировал подготовку добровольцев и контрактников. Причем, я напомню, что в первые месяцы контрактники получали единовременную выплату по 300 тысяч рублей. Даже вот сейчас, когда была мобилизация, долго спорили, сколько же выплачивать людям, которые отрывают себя от семей в качестве материальной поддержки. И вы знаете, какие-то регионы выплачивали деньги, какие-то отказались. На федеральном уровне соответствующий закон так и не смогли принять. А у Чечня эти деньги платили. Как вы понимаете, не за счет федерального бюджета. И снаряжение всем чеченским бойцам было куплено за счет средств благотворительного фонда, который учредил Рамзан Кадыров и который возглавляет его мама. То есть это внебюджетные деньги. Ну, фамилия названа, давайте вот поговорим о дороговле этого стоит. Такая вот открытая и честная позиция. Снаряжая за свой счет бойцов, как чеченских, так и из других регионов, он просто тратит деньги. Тратит деньги под то, чтобы быть честным, в своих взаимоотношениях с Владимиром Путином. Когда он долгие годы называл его своим учителем, человеком, которому он обязан многим. Знаете, это все оказалось не то незаблюдство, которое мы наблюдали на примере других людей. Оказалось, что это честные, порядочные слова. Вот об этом хочется поговорить. Вы знаете, вот в России такая история, что именно вот такая вот принципиальная позиция в сложные годы, в сложные периоды нашей истории, вы знаете, к чему она приводит, такая принципиальность? К царству, президентству, к княжескому престолу, к императорскому трону. Она приводит к самым вершинам. В нашей истории это не единичный пример. Я напомню вам, потому что многие из вас забыли, а кто-то даже и не знает, наверное, что в марте 2000 года Владимир Путин смог победить на выборах президента во многом благодаря тому, что он проявил себя очень эффективно, результативно и ярко на фоне боевых действий на Кавказе. К тому времени эта вот позорная чеченская война шла уже пять лет. Развязанная Ельцином и его ближайшим окружением, она не принесла ничего, кроме разрухи, нищеты, крови, ненависти и злобы. И так называемые Хасавютерские соглашения имени Александра Лебедя, подписанные в 1996 году, не принесли мира на самом деле и стабильности, потому что российским обществом эти соглашения однозначно воспринимались как предательство и позорная капитуляция бандами, орудующими в Чечне, они воспринимались как фронтвуточная победа перед новым решительным наступлением на неверных. Так вот, когда развязалась вторая так называемая Чеченская война, когда банды Басаева вторглись на территорию Дагестана, премьер-министром был уже Владимир Путин. И он незамедлительно стал управлять этой ситуацией. Он мобилизовал российскую армию, обеспечил ее боеприпасами, вооружением, оснащением. И армия, которая в итоге вошла на территорию Чеченской Республики, это уже была не та армия, которую туда направил Ельцин в 1994 году. На волне своих успехов в ходе борьбы с терроризмом и религиозным фанатизмом на территории Чеченской Республики, я считаю, Путин и смог победить. Он смог завоевать симпатии российского народа. Только не будем забывать, что эти успехи, они ведь были не только на поле боя. Путин смог преодолеть стереотипы, принять очень непопулярные решения, связанные с необходимостью замирения чеченским народом. Я напомню, что вот это замирение было возможно только потому, что и на той стороне оказались люди, готовые принять такие же непопулярные решения. А вы как думаете? Вы думаете, только в России или в Москве хотели закатывать Чечню в асфальт, бомбить ее чем-то тяжелым и уничтожать там все под корень? Нет, могу вас уверить, что и в Чечне царили такие же настроения. Борьба с русскими до последнего. Не пяди чеченской земли. Ненависть и злоб, они были взаимные на самом деле. И точно так же, как Путин принял непопулярное решение в России, точно так же Кадыров-старший, Ахмад Хаджи Кадыров, принял непопулярное решение в чеченской среде. И это решение сразу не было поддержано широкими слоями чеченского населения. Ему приходилось, как и Путину в России, объяснять смысл этих договоренностей. Объяснять, что война – это путь взаимному уничтожению. Что у войны нет будущего. Что война приносит лишь кровь, разрушение, слезы, нищету. Путин тогда смог принять самостоятельное решение, не оглядываясь на общественное мнение. Кадыров-старший смог принять такое же решение, самостоятельное, и не оглядываясь на мнение большинства. Но я обращу внимание, что и сейчас Рамзан Кадыров, он же не просто помогает деньгами, снаряжением или отправкой бойцов на украинский фронт. Он один из немногих, может быть, даже единственный, формирует и публично высказывает свое мнение и отношение к происходящему на Украине. Ведь даже в дни нашего самого позорного поражения под изюмом Балаклеи, после сдачи Лимана, все молчали. Все делали вид, что ничего не происходит. Ну, там понятно, военные, они, может быть, под присягой, и не по уставу им выражать свое мнение. Но политики, губернаторы, депутаты, сенаторы, общественные деятели, политологи, где они все были? Кадыров, он взял, вышел и публично сказал, высказал свое отношение к тому, что произошло под изюмом. Назвал фамилии. Сказал прямо, что если ситуация не будет выпрямлена и не будут сделаны выводы, он не просто эту позицию выскажет, но и пойдет на прием к первым лицам Министерства обороны, нашего государства, там все доложат. Хотя, я думаю, такие публичные выступления и так докладываются им, но тут смысл был в другом. Человек не побоялся. Если вы думаете, что это мелочь, нет, на самом деле, у большой политики это дорогого стоит. У большой политики всегда выгодно, знаете, смотреть прямо, в строй и идти колонной. Не выделяться, не отсвечивать. Так целее будешь. Но вот он посчитал для себя возможным, нужным этот строй не держать, потому что увидел, что этот строй идет куда-то не туда. Ну и вы знаете, да, в итоге я думаю, что на фоне такого принципиального поведения, таких вот ярких и даже в чем-то деловых заявлений, Кадырова есть реальные шансы стать нашим следующим президентом. Ну да, я понимаю сейчас вашу реакцию, но как так? Чеченец во главе России. Друзья, да, вот так, Чеченец во главе России. Потому что если вы знаете нашу историю, то вы, безусловно, согласитесь со мной о том, что на протяжении сотен лет этой самой нашей истории великими князьями, царями, императорами, генеральными секретарями, президентами были не только русские, я бы даже сказал, не столько русские, сколько греки, татары, немцы, грузины и украинцы. И вы знаете, если этот исторический ряд продолжать дальше, то чем чеченцы хуже. Более того, для нашей страны, которая была и остается великодержавной по своей природе, очень полезно и хорошо, когда во главе государства становится представитель малых народов. Как раз такая возможность представителю малому народу занять высшие должности в нашей стране, производит ее сплачивание. Показывает, что в великодержавной стране нету сегрегации по национальному признаку. Поэтому, да, друзья, чеченец, вполне возможно. Знаете, я попробовал поразмышлять аналитически. Ведь у Катырова объективно есть масса преимуществ. Во-первых, Катыров уже давно в российской политике. Его все хорошо знают, и он все хорошо знает. Он прекрасно знает механизмы российской политики. И более того, он не просто известный, но и достаточно влиятельный человек. У него прекрасное отношение со многими ключевыми людьми российской, политической и общественной жизни. Не буду сейчас их назвать пофамильно, но если вы заглянете в интернет, то увидите там и фотографии, и статьи, и публикации Катырова вместе с теми людьми, которых назвал ключевыми для нашей политической и общественной жизни. Во-вторых, Катыров сможет договориться с теми политическими группами и кланами, которые, возможно, сейчас имеют свои виды на то, кто должен стать нашим следующим президентом. А вы же понимать, таких кланов, таких групп, их много. И кто бы в итоге не победил в борьбе за первую должность в нашей стране, все остальные будут недовольны. И вот в итоге тому, кто победит, очень важно купировать это недовольство и нивелировать его. То есть смочь договориться с проигравшими в этой гонке. Я уверен, что Катыров сможет это сделать. В-третьих, не будем забывать, что у Катырова богатый опыт управления регионом. Причем регионам очень сложно. В 2000-е годы, в начале и в середине 2000-х Чечня была в полной разрухе и нищете. А чеченский народ был растоптан, унижен, обескровлен. И вот из всего этого в итоге родилась та Чечня, которую мы можем видеть сегодня. Если кто-то мне не верит, я могу только предложить отправиться в Грозный ближайшим самолетом и лично поездить по республике. Навестить Грозный, Гудермес, другие города, съездить в горы. Увидеть не только прекрасные здания, дома, но и замечательные дороги. Чечня на самом деле одно из лучших туристических мест нашей страны. Вот говорю, как человек, который там был, как обычный турист, съездил на озеро казиной, получил огромное удовольствие, как турист именно, и вернулся с хорошими эмоциями обратно в Москву. В-4-х, Кадыров – это дитя войны. Он рос под бомбежками, под выстрелами, под залпами, под снарядами. Это значит, что он не только не боится войны, но и очень ценит и понимает преимущества мирной жизни. Только человек, который лично прошел через войну, не будет войной, знаете, хвалиться или угрожать. Наоборот, именно такие люди и ценят мир. И ведь такой человек как раз должен быть во главе нашего государства. Человек, который не боится войны, но ценит мир. В-пятых, друзья, в-пятых, Рамсан Кадыров уверен идеям и решениям своего отца, Ахмад Хаджи Кадырова. А ведь именно Кадыров старший, как я уже говорил, наряду с Владимиром Путиным, и реализовали совместное решение об установлении мира на Чеченской земле. И можно быть уверенным в том, что Кадыров заветы своего отца точно не предаст и с этого пути не сойдет. В-шестых, Кадыров лично предан Владимиру Путину. А для нашей страны и для наших реалий это очень важно. Потому что любая смена власти должна быть сопряжена и связана с гарантиями для уходящих из-за власти людей. И Ельцин-то передал Владимиру Путину власть только под условие гарантий для себя лично или своей семьи. Хотя Путин эти гарантии не только дал, но еще и их принципиально соблюдает. Поэтому наличие человека, который сможет дать Владимиру Путину и его семье такие же личные гарантии, это, поверьте мне, в российской политике дорогого стоит. Знаете, чтобы не было такого, что после ухода Сталина приходит Хрущев, который объявляет, что все сталинское наследие преступным, осуждает его. Или Ельцин даже, который растоптал наше советское прошлое во имя непонятного либерального будущего. Вот эта гнилая традиция должна быть, конечно, прекращена. Путин первым, кто эту традицию гнилую прервал. Я думаю, что Амазан Кадыров будет вторым таким человеком. В седьмых Кадыров настроен искренне, вот совершенно по-настоящему, антиевропейский, антиамериканский. А в текущих реалиях, вот прям на сегодняшний день, это скорее огромный плюс, чем минус. Потому что Кадыров не побежит при первом уже удобном случае в Брюсселе или Вашингтон сдавать нашу страну. Вы же понимаете, когда тот же союз разваливался, Европа могла бы поступить благородно и принять сдачу своего геополитического противника на благородных, честных условиях. Это не произошло. Сейчас я не буду повторять всю эту историю начала 90-х, но эта история может повториться. Я, например, не готов жить в условиях, когда мы вечно, за что-то, каемся, извиняемся, выплачиваем триллион репараций, признаем преимущества людей, которые реально никакими преимуществами по сравнению с нами не обладают. И вот если во власти будет находиться человек, как Кадыров, я уверен, что мне не придется этот позор пережить. А восьмых, друзья, восьмых, одновременно со своей антизападностью у Кадырова прекрасное отношение с мусульманским и, в частности, с арабским миром. У него прекрасное отношение со странами Средней Азии, в частности, с Казахстаном и с Узбекистаном. У него прекрасное отношение с Саудовской Аравией и с Объединенными Арабскими Эмиратами. Если вы мне не верите, то вы можете просто тоже так же поискать в интернете кучу встреч, делегаций, совместных проектов. Знаете, вот недавняя очень выгодная для нас сделка ОПЕК-плюс по сокращению добычи нефти, крайне еще невыгодной для США и крайне неожиданной для США, я уверен, она состоялась при незримом негласном участии Кадырова, у которого в арабских элитах действительно очень хорошее отношение. Я уверен, что Кадыров является нашим лоббистовым проводником и в Ариаде, и в Абудабе. В девятых Кадыров рациональный и прагматичный политик. А это значит, что несмотря на свои какие-то идеологические взгляды и предпочтения, он всегда готов к переговорам и к сделкам. Это важное качество, когда несмотря на свои субъективные личные пристрастия, политик не утрачивает возможность видеть даже во враге потенциального партнера. И Кадыров такими качествами обладает. В десятых, друзья, в десятых, у Кадырова не только есть военная сила, у него есть еще и влияние в российской военной среде, есть уважение со стороны российского генералитета. А для нашей страны, вот, друзья, это тоже очень важное и даже ключевое преимущество. В одиннадцатых, друзья, в одиннадцатых, как я сказал, Кадыров является самостоятельным политиком, который, несмотря на общие тренды, на окружение, на какое-то преобладающее мнение, способен сформулировать свою позицию, высказать ее и отстаивать ее. Это не серая масса, это не человек толпы, это индивид, который готов творить свою историю. И опять-таки, для текущих реалий, для крайне сложного положения, в котором оказалась наша страна, вот умение быть самостоятельным, это тоже очень важное качество. Ну и, дорогие слушатели, в заключение обращусь к тем, кто со мной в итоге не согласился и не согласится. Уж не знаю, там либеральная это публика или это гомосексуальная публика, или это просто какие-то другие люди, у которых другие взгляды. Но вот, тем не менее, в США, где с этим было рабство, президентом смог стать афроамериканец. То есть, белая часть Америки смогла выдавить из себя вот эту вот идеологию господина и проголосовать за афроамериканцев. Ну что, они такие свободные, мы не такие демократичные или, может, более зашуренные, у нас какая-то другая идеология фашистская. Поэтому, друзья, вот если все эти факты собрать вместе, то вероятность того, что Кадыров станет нашим следующим президентом, уже не кажется такой невероятной и фантастической. На этом пока, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok